Добрый вечер, это громадская на русском. Как всегда, мы выходим по вторникам в 6 часов по киевскому времени. Юрий Мацарский и Ксения Туркова в студии. У нас сегодня несколько тем. Как всегда, мы будем говорить, во-первых, о медвежьей войне, о медвежьей блокаде или о войне фур. Уже много словосочетаний появилось. Во-вторых, о сирийских беженцах в Украине. И закончим всё таким интересным проектом. Поговорим о перспективах перехода казахского алфавита на латиницу и обсудим, возможно ли такое в Украине. Ну, начнём мы с фур и ситуации с транзитом российских грузовиков. У нас сейчас в студии Роман Хмель, глава департамента автотранспорта Министерства инфраструктуры Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Но события как-то противоречиво развиваются. То сообщается о том, что Министерство инфраструктуры разрешает транзит грузового транспорта. Потом активисты, которые занимаются этой блокадой, говорят о том, что они всё-таки возобновляют блокирование. Каким образом вы взаимодействуете с теми, кто организует эту блокаду? У вас есть противоречия? На самом деле активисты начали останавливать фуры. И Министерство для того, чтобы урегулировать ситуацию, объяснить активистам, что в интересах Украины, что нет, ввело на две недели специальный режим «Еду домой». Пресса наявила транзитные разрешения, которые мы передали российской стороне, чтобы новые автомобили не заезжали. Потому что вы знаете, что Польша как раз в этот момент, и это было первопричиной этой блокады, закрыла границу для российских фур, чтобы выторговать себе условия привлекательные на этот год. Соответственно, весь этот поток, который в 10 раз больше, чем идёт через Украину, пошёл через нас. Это создало пробки на западной границе. Наши перевозчики начали возмущаться. Местные, ну и пассажирские перевозки пострадали из-за того, что на границах были очереди на пропуск. Пункты наши пропуска не справлялись с этим объёмом. И возникла вот такая ситуация. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, мы ввели мораторий на заезд новых фур российских. Ввели режим «Еду домой», чтобы все автомобили, которые оказались заблокированы на российской территории, на украинской, смогли начать движение и вернуться домой, завершить рейсы. Ну а после 25 февраля, когда, в принципе, мы уже объяснили позицию и разложили по полочкам, что можно делать что нельзя, что Украине выгодно, что невыгодно, мы в полном объёме восстановили транзитное движение без ограничений. То есть сейчас российские фуры могут сюда приезжать, они едут, въезжая на восточную границу и спокойно выезжают с западной границы, и никто из активистов сейчас не препятствует этому движению? Это в национальных интересах Украины, чтобы транзитные потоки, которые движутся по нашей территории, не имели никаких препятствий. Так это вы говорите о том, как должно быть, с вашей точки зрения. А активисты-то блокируют или нет? Большинство активистов разобрались в ситуации и прекратили блокаду. А меньшинство? У нас остаётся единственная политическая сила, партия «Свобода», которая последней вышла на дороги, наверное, не успела сориентироваться и набрать пиар-очки вовремя. И сейчас она стоит в нескольких местах, выставила пикеты и продолжает пикетировать, протестовать. Это речь идёт о Закарпатской области, о западных областях? Нет, Закарпатская область уже остановила протесты. Речь идёт о Львовской области, о Житомирской области, сегодня Сумская область. В Сумской появился пикет. Они ловят прямо на трассе, я правильно понимаю? То есть активисты, в данном случае партии «Свободы», ловят прямо на трассе водителей фур с российскими номерами, и что они от них требуют? Развернуться и поехать домой? Да. Вот вы как всё-таки человек ответственный, скажите, пожалуйста, как в такой ситуации должен действовать водитель фуры? Он должен позвонить в полицию? Он должен обратиться к местным властям? Или он должен послушаться этих активистов и вернуться домой? Водитель должен вызвать полицию на место, и национальная полиция сейчас ориентирована на то, чтобы оперативно реагировать на такие инциденты. Полиция вызывает следственную группу, устанавливает личности тех, кто блокирует стратегические магистрали украинские, и дальше ведёт разъяснительные беседы, потому что продолжение блокирования стратегических трасс — это уголовная ответственность. И мы бы не хотели эту ситуацию переводить в плоскость уголовного преследования активистов. Они всё-таки борются за какие-то идеи, то ли из популистических побуждений, то ли из желания попиариться, то ли они действительно считают, что так лучше. Но они это позиционируют как патриотизм, что никаких контактов, никакой торговли с врагом. Действительно. Но вот этот флогат «никакой торговли с врагом» — это дешёвый популизм. Я сам являюсь украинским националистом, но считаю, что в любом противостоянии нужно не заниматься тупым боксом, а нужно играть в шахматы, а ещё лучше в более сложные стратегические игры. — Вот мы работаем с Юрием ещё на радио, и мы там проводили опрос среди слушателей, мы спрашивали, что более патриотично — блокировать фуры или, наоборот, их пропускать, чтобы таким образом не нанести вреда украинской экономике и так далее. И аудитория разделилась ровно пополам, прямо ровно, вот тютелька в тютельку. — Такое очень редко в нашей практике происходит, когда вот действительно нельзя сказать, за кем. — Перевес. — Не то, что очевидный перевес, даже неочевидный. Вот ровно 50 на 50, да. — Вы знаете, потому что со всеми вещами, которые требуют экспертизы определённой, которые неочевидны и не на поверхности, нужно привлекать экспертов. Если вы приходите к доктору, говорите, у меня живот болит, вы же не будете проводить опрос общественного мнения, которые людей, которые собрались в приёмную у доктора, там, перитонит это, резать, или это расстройство желудка. Вы спрашиваете доктора, или если вы не верите конкретному доктору, собираете консилиум, спрашиваете трёх разных. — Точно так же в вопросе транзита и национальной стратегии противодействия агрессору. Нужно посчитать шаги, разложить это на составляющие с экспертами. И на самом деле с большинством активистов нам получилось это сделать. Просто партия «Свобода» не идёт на контакт, им неинтересно разговаривать, им неинтересно изучить суть вопроса, им интересно помахать флагами. У меня такое складывалось впечатление. Потому что если вернуться к сути транзита и посчитать, какие последствия, то я вот уже много комментариев дал, статей написал. Транзит по мировым международным соглашениям, которые мы подписали, должен быть свободным для всех стран. И мировое сообщество не обращает внимания на то, что у нас проблемы именно с российским транзитом и почему мы именно российские фуры останавливаем. Они говорят, по международным правилам торговли все фуры должны ездить свободно. Вы нарушаете, у вас нет закона, вы сомали, мы с вами не будем иметь дела. А последствия этого уже намного больше. Давайте мы вернёмся к тому моменту, который мы только что обсуждали, когда вы сообщили о том, что нужно вызывать полицию в ситуации, когда водитель фуры сталкивается вдруг с блокированием дороги. Тут появилась информация о том, что полиция обещает сопровождение водителям российских фур. Насколько я понимаю, по всей территории Украины даже озвучен некий официальный ценник на эту услугу, который составит около 40 или около 50 долларов. Как к этому относиться и действительно ли у полиции вдруг появился новый источник заработка? Вполне, кстати, легальный, если это правда. У национальной полиции есть стандартный сервис, это сопровождение конвоев, сопровождение грузовых автомобилей. Когда перевозят запасные грузы, негабаритные грузы, всегда идёт сопровождение вот этими специализированными машинами. Поэтому у национальной полиции есть специализированное подразделение, которое этим занимается. Есть расценки на эти услуги и есть порядок оказания таких услуг. Соответственно, в этой ситуации для обеспечения безопасности правительство Украины обязало национальную полицию на добровольной основе, если перевозчики российские обращаются к ним за оказанием такой услуги, предоставлять такие услуги. В принципе, тут правительство могло бы ничего и не говорить. Это было сделано для того, чтобы просто официально российским перевозчикам уведомить их о том, что такая услуга есть. Если бы они обращались к национальной полиции, она бы предоставляла этот сервис на стандартных услугах. А скажите, а как на фоне... Это необязательная услуга, и я думаю, необходимость в этом временная. И основная задача – это обеспечить безопасность водителя, машины, груза, чтобы не допустить каких-то более серьёзных инцидентов, которые повлекут уже очень серьёзную международную реакцию. Как на этом фоне, на фоне войны такой торговой Украины и России чувствует себя Белоруссия? Прекрасно. И всё лучше и лучше? И всё лучше и лучше. Потому что в этой ситуации вы должны понять, что произошло, и как Украина могла бы выиграть. Когда поляки остановили транзит временно, договариваясь, потоки пошли через нас. Если бы мы справились с этими потоками, мы бы заработали дополнительные деньги и получили бы, укрепили свою репутацию как надёжного транзитёра, у которого развита инфраструктура. Мы вместо этого заблокировали транзит. К нам возникли вопросы у всех стран Евросоюза, у которых застряли грузы на нашей территории. Уже оплаченные, насколько я понимаю, Евросоюзом. Уже купленные Евросоюзом, которые везлись там и из Китая, и из стран Азии, и туда. Многие из них скоропортящиеся, которые испортились за то время, пока стояли на нашей территории. То есть бизнес понёс убытки, и это европейский бизнес. Заблуждение в том, что транзит – это национальный бизнес. Это может быть логистическая компания российская, зарегистрирована в России для удобства, но ею владеет европейская материнская компания. Фуры с российскими номерами, за рулём могут быть европейцы, и так и есть. То есть получается, что с вашей точки зрения блокирование фур – это эгоистично? Это для Украины катастрофическая ситуация. Потому что мы транзитное государство, у нас огромная часть экономики зависит от транзита. Потому что как только мы блокируем фуры, после этого идёт железная дорога, по которой везут тоже транзитом разные страны грузы. В 5-10 раз больше объём, чем автомобильным транспортом. Что происходит? Поскольку у нас в стране возникла нестабильность, грузы страхуются страховыми компаниями. Страховые компании, увидев, что в Украине риск потери груза, простое груза, подняли страховые тарифы. Знаете, какая у нас сейчас ситуация через 2 недели после начала этих событий? Через нас идут фуры и железные вагоны пустые в Европу, а обратно через нас уже не возвращаются. То есть теперь поставщики и транзитёры ищут новые пути в обход Украины? Да. Они идут обратно, если это в Россию или в Азию, они идут через Белоруссию. Кто выиграл? Внимание, вопрос. Также и белорусы. Они, поскольку Украина не пропустила дополнительные объёмы транзита российского, они оказались в сильной позиции и выторговали для себя интересные условия, восстановили транзит. Теперь все идут через них. Выиграла вполне себе даже Белоруссия. Наши соседи. Белоруссия уже давно, мне кажется, от всего выигрывает и вытирает руки. Когда мы говорим о транзитном потенциале, все государства вокруг нас конкуренты. Мы конкурируем за эти потоки. И мы себе просто выстрелили в колено этими действиями. То есть можно даже так поинсенуировать и сказать, что все эти блокады на руку как раз недругам Украины, недругам в том числе и нынешней украинской власти? Безусловно, потому что когда мы ударили по транзиту, мы ударили не по России. Вот в чём основное заблуждение. Если мы хотим ограничить торговлю с Россией, нужно обсуждать двухсторонние перевозки. Товары, которые мы покупаем в России, производства России, которые везутся к нам. И у нас уже есть список санкционных товаров, который запрещен к ввозу. Можно его расширить, можно вообще запретить покупать и ввозить российские товары. Но это нужно делать, просчитывая последствия на экспертном уровне. И кабинет министров тогда, правительство принимает эти решения. А что с украинскими фурами, которых вроде бы тоже в ответ пытались запретить им движение по территории Российской Федерации? И разворачивали там были истории? Вот, учитывая то, что мы, наши перевозчики, ездят в Азию в пять раз интенсивнее, чем россияне через нас, то на их территории оказалось заблокировано тут же в пять раз больше автомобилей наших. То есть речь идёт о тысячах машин, я правильно понимаю? Да, которые застряли в России и в странах Азии. А действительно, если блокирование всё-таки будет продолжено, там отдельные активисты его будут продолжать, то ВТО может наложить санкции на Киев? Да, безусловно. На самом деле, когда Россия ввела нам некоторые ограничения на транзит в Казахстан, вот сейчас у нас специальный режим, товары с территории Украины в Казахстан попадают по определённому маршруту с конвоем, в сопровождении российского конвоя. Только на одну страну они нам ввели такое ограничение, мы понимаем почему. Мы подали на них жалобу в ВТО. После этого, на самом деле, я думаю, что эти выступления могли быть инспирированы российской стороной, чтобы ослабить нашу позицию в ВТО в этом споре, потому что мы боремся за то, чтобы снять эти ограничения, которые они наложили. А на Украину уже тоже пожаловались в ВТО? Есть какие-то претензии выдвинуты? Формально, официально пока что нет, но нам позвонила Еврокомиссия, нам позвонили многие европейские компании, которые везли свои товары, либо у них начало что-то здесь портиться. И если они потеряли деньги, есть вероятность, что они выставят иски через какое-то время государству Украины. Которые уже, естественно, нельзя будет переадресовать ни Москве, ни партиям, которые организовывают блокаду. Спасибо большое за разговор, за комментарий. Роман Хмель был у нас в студии, глава Департамента автотранспорта, Министерства инфраструктуры Украины. И переходим к следующей теме, это «Громадская на русском». Мы продолжаем, это программа «Громадская на русском». И тут я бразды правления уже передаю Юрию Мацарскому, потому что абсолютно его тема. Мы будем говорить о сирийских беженцах в Украине. Ну, как выяснилось, у нас тема несколько шире. Речь идет не только о сирийских беженцах, речь идет о беженцах в целом. Там просто все началось с того, что ряд украинских СМИ сообщил о том, что в Ягоденекиевской области строится некий лагерь для сирийских беженцев. И сообщалось о том, что там 250 человек из Сирии будут жить, но власти... Ну и сразу же началось такое обсуждение, много инсинуаций вокруг этой темы, потому что в последнее время много говорилось о том, что не все еще сделано, ну так мягко говоря, для переселенцев с Донбасса и из Крыма. А тут получается забота о сирийских беженцах. Вот можно ли упрекать в этом? Особенно, когда появились фотографии какого-то шикарного дома, в котором вроде бы как должен быть этот самый лагерь организован. Тут же вспомнили о том, что в Харькове, прямо в черте города, переселенцы из отдельных районов в Донецкой и Луганской области живут в каких-то строительных вагончиках. Причем не первый месяц уже. Но вот тем не менее, я хочу сказать, что власти у нас объяснились, попытались объясниться, сообщили о том, что этот лагерь в Егатине, он предназначен не только для сирийцев, в нем будут временно, и вот временно это ключевое слово, содержаться беженцы из самых разных стран, оказавшиеся вот сейчас, оказавшиеся в Украине. Понятно, что немалый процент этих беженцев действительно будет из Сирии. Понятно, что Сирия сейчас, к сожалению, является, наверное, страной, из которой чаще и больше всего бегут люди. Мы сейчас выясним, кто они, эти люди, которые оказались в Украине, и почему они оказались тут. Выясним у представителя сирийской диаспоры в Украине, доктора юридических наук Адиба Арефа. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Доктор, мы вот привыкли к тому, что сирийские беженцы ищут новый дом в странах так называемой Старой Европы. Это Германия и близкие к ней государства. Но некоторые оказываются тут, в Украине. Вот кто эти люди, которые не побежали в Германию, не побежали в Швецию, а приехали сюда? Сначала спасибо вам за приглашение в ваш телеканал. Я хотел вас напомнить о том, что Сирия всегда принимала всех беженцев с арабского мира. И даже иногда и с Европы, которые убежали, всегда мы их принимали отлично. И я думаю, что сейчас уже очередь в Европе вообще-то принимать наших беженцев. И надеюсь, спасибо, конечно, Украине, которая приняла много беженцев из Сирии. Очень большое спасибо Украине и украинскому народу. Несмотря на то, что много проблем на Украине, у вас свои проблемы тут, которые до сих пор еще не решили экономические проблемы. Надеюсь, что сирийцы будут жить в Украине намного лучше, чем в Европе. Мы привыкли, что европейцы, к сожалению, так же, как и часто обманывали украинский народ. Чтобы они не обмануть на этот раз хотя бы сирийцев, которые приехали, мы выдали, по-моему, с вами все, как в Больгарии сирийцы, больгарские журналисты, как они били наших беженцев и ногами, и руками, в том числе, вы все видели, везде разговаривали, как относились к нашим беженцам, как одна журналистка била одного ребенка, отца. Вы видели, на Украине такого не было. Я же об этом и хочу говорить. Спасибо Украине. И в странах Европы были примеры очень трогательного приема беженцев, и в той же Германии. Были, были. Нет, нет, смотрите, я недавно смотрел, как живут в Германии, например. Естественно, вот вы задали очень, очень хороший вопрос, почему хотят в Украину, а не в Германию. Потому что, как бы ни было, я же говорил, украинцы приняли нас как своих. И мы живем на Украине как практически у себя. И я хочу уточнить просто много-много беженцев, которые приехали сюда, на Украину. Это, которые знали Украину раньше, которые тут учились, имели тут знакомых, может, имели даже бизнес здесь раньше. После распада СССР, вы знаете, много очень студентов наших учились здесь, на Украине, работали, знали Украину хорошо, знают тут обычаи украинские, знают хорошо украинский народ, знают менталитет украинского народа. Поэтому они тут себя не чувствуют чужие. Но как раз те, у которых тут родственники, те, у которых хорошо знают язык обычаи, они не становятся нелегальными беженцами. А мы говорим о тех, кто оказывается здесь нелегально, о тех, кто пытается каким-то образом... И много студентов, которые учились здесь и уехали, они приехали сюда, тоже были нелегальны, чтобы вы знали. Они сюда приехали какими-то путями, я не знаю, как оказалось, некоторые платили денег, некоторых обманывали, некоторых кинули, и поприехали сюда. Но самое главное, я же говорю, как относились тут украинцы, как иммиграционная служба в Украине относилась к этим беженцам. По крайней мере, я не слышал, что какого-то тут беженца тут сбили, или били, или выгнали, или относились не по-человечески, или относились... Хватит, что они приняли нас здесь. Отлично. Они относились отлично, по-человечески. Помогали, как могли. Мы не можем винить сейчас Украину, и не можем... Если бы Украина жила так, как раньше, и была стабильная ситуация в Украине, я думаю, беженцы намного еще лучше бы жили на Украине, и лучше бы чувствовали тут себя. А вот я же говорю, я свидетел, я же политолог, и пишу на международной газете, Arab Times. И я знаю отлично, как наши ребята сейчас, наши беженцы, которые убежали от войны, для того, чтобы хотя бы по-человечески жить, ну, прожиточный минимум могли вообще-то найти в Европе. К сожалению, этого не могли. Мечта была бы, например, любого беженца доехать до Германии. Да, в начале вроде бы как-то немножко лучше жили, немножко жизнь была лучше, более свободно, могли двигаться там. А сегодня они как будто они в турмах. Понимаете? Я не говорю, они относятся к ним как к врагам. Ну, может быть, просто изменилось. Смотрите, приехали люди, я сейчас имею в виду сирийцев, из воюющей страны в Украину, где тоже все еще незавершенный вооруженный конфликт. Как эта история происходящего в Украине воспринимается сирийцами, в том числе сирийцами, которые приезжают сюда? Как воспринимают то, что происходит в Украине сейчас, да. Ну, в основном, давайте так серьезно, правду сказать. Ну, беженцы, которые сюда приезжают, они думают, как жить. Как жить. Они абсолютно не смотрят на то, что происходит на Востоке. Им как-то... Ну, их это не так сильно волнует, как жить. Они все равно воспринимают Украину как спокойную страну, несмотря на то, что есть этот конфликтный регион. Ну, давайте, чтобы не соврать вам. Кто не мог в Европу, кто не мог, то он старался куда-нибудь. Ну, кто именно хотел, есть некоторая часть беженцев, именно в Украину хотят, потому что тут у них или родственники, или знакомые, или друзья. Кстати, а вот вы говорите, тот, кто не мог. А почему кто-то не может попасть? Неужто в Украину попасть проще, чем затеряться в толпе людей, которые идут по так называемому Балканскому коридору через страны бывшей Югославии? Насколько я понимаю, там в течение нескольких месяцев был фактически открыт коридор, когда даже документы не проверяли при прохождении границ как раз со стороны Болгарии, со стороны Сербии. Это было только определенное время, ну, буквально, может, месяц сильно, когда именно европейцы хотели пользоваться этим случаем, понимаете? Хотели пользоваться этим, это для СМИ в мире. Смотрите, как мы принимаем, и некоторые, вот, как Турция, например. Просто хотели этим тоже пользоваться и давить на Европу, чтобы получить за это деньги. Это есть факт. Я приехал сюда для того, чтобы говорить правду, а не просто говорить. Те, которые хотели в Европу, многие из них, вы видели, сколько жертв было в море и так далее. Это, конечно, остальные, кто видел это, уже он, конечно, не хочет туда, в Европу. Куда хочет? Ну, туда, где не рисковать хотя бы жизнью. Хотел на Украину приехать, ну, в конце концов, нет риска жизни, понимаете? Если не примут, то вернешься куда-нибудь. Ну, ты не рискуешь жизнью. Вот именно так. А так, я бы хотел, чтобы вы задали мне такой вопрос. Почему, вообще-то, сирийцы убежали из Сирии? Почему были подготовлены вот эти лагеря в Турции до начала кризиса в Сирии? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Я бы хотел, конечно, об этом говорить, но давайте это отложим. У нас просто сейчас более узкая тема. Ну, да, давай. А вот если говорить, мы ориентированно, мы все время это говорим, на постсоветское пространство. Есть страны в постсоветском пространстве, в которые тоже бегут сирийцы? Конечно. Есть в Белоруссию. Многие тоже поехали в Белоруссию, в Россию. Я точно не знаю, если есть в других странах. Наверное, это тоже есть, наверное, это тоже есть. Но в основном, я же говорю, на Украину практически мало, по сравнению с тем, что в Европу, западную Европу, конечно, мало. Я как раз этой осенью общался с сирийскими беженцами, не только сирийскими, но и в том числе сирийскими в Будапеште, где для них был организован вот такой импровизированный лагерь, с которого они дальше отправлялись в Европу. Я разговаривал с немолодым уже мужчиной, который учился в Харькове, получал высшее образование в Харькове, и он очень хорошо говорил по-русски. Он сказал, что если бы я оказался востребован, я бы поехал, конечно, в Украину работать. Я помню многие места, наверняка я найду своих каких-то однокурсников, но я не знаю, как мне это сделать. Я не представляю, то есть вот он с этой толпой мог попасть в Австрию, а потом в Германию или куда-то дальше, а как попасть в Украину, он не имел ни малейшего представления. Он просто, наверное, не мог или сначала хотел, как и все в Европу, в рай. Типа, как только мы приедем в Европу, там нас ждут, и сразу деньги со всех сторон попадут на нас. Это, конечно, все было вранье. Это все вранье. Но я вам говорю, вот этот человек, если бы он мог на Украину, естественно, он бы сюда приехал. Это, как говорят, не хочу сильно хвалить, а то, как говорят, хвали мне мои губинки. Я, вообще-то, считаю себя украинцем, считаю Украину своей второй родной, даже, может, на то же место, что Сирия. Мы очень любим Украину. Ни одного сирица, вообще-то, нет такого сирица, который не любит Украину. Я вам это говорил еще до этого. Но я, сколько уже, пятый год пошел, пять лет уже кризиса в Сирии, и не слышал, что один беженец тут страдал из-за чего-то. Что, например, милиция била, или закрыли его, или даже народ украинский, типа, относится к нему не по-хорошему. Сюда приезжают, несмотря, вот вы говорили, несмотря на то, что происходит на востоке Украины, все равно приезжают сюда из-за того, что тут относятся к нему отлично. Отлично. Из-за этого только они слышат. Они слышали просто, что на Украине относятся нормально. Приезжайте. Там, может, да, не дадут тут тысячи долларов, не дадут тысячи евро, но не всегда деньги в первую очередь. Но дают жить нормально. Но дают возможное. Возможное, скажем. И за это большое спасибо. Знаете, тут тоже на Украине немало экономических проблем. И несмотря на это, помогают. И за это большое спасибо. Им за это благодарны. Спасибо вам за разговор. Ну, будем вас еще приглашать в эфир и говорить на тему, связанную с Сирией, более широко. Пожалуйста. Адиб Ареф, доктор юридических наук, представитель сирийской диаспоры, был у нас в студии. А мы сейчас переходим к следующей теме. И мы будем говорить о том, что вот мы упомянули уже постсоветское пространство. Будем говорить о том, какая программа стартует в Казахстане. Там хотят перевести казахский алфавит на латиницу к 2025 году. Это не сразу произойдет. Многие говорят, что проект пока выглядит утопическим. Говорят о том, что это такой своеобразный сигнал Москве, прощание с русским миром. Говорят о том, что это в преддверии досрочных парламентских выборов делается. Но мы сейчас все это обсудим. Это перспективы этого проекта. Латинизация казахского алфавита у нас на прямой связи сейчас из Австрии. Данияр Кусаинов, политолог, он нам прокомментирует эту ситуацию. Данияр, вы нас слышите сейчас? Да, добрый вечер, я вас слышу. Скажите, почему именно сейчас возник этот вопрос? Вот я уже упоминала, многие связывают это с тем, что скоро парламентский выбор. Это такое политическое, лингвистическое заявление. Ну, в первую очередь, я хочу сказать то, что... Я хочу сказать свое личное мнение, маленький дисклеймер, то, что я не выражаю мнение какой-либо организации. По поводу артикуляции этой темы. На самом деле, этот вопрос стоял уже давно. Сразу после обретения независимости этот вопрос обсуждался. Но он опять обрел силу именно в прошлом году, когда этот вопрос поднял президент. Республики, султан Азарбаев. И многие политологи, и я в том числе, начали обсуждать, почему именно на таком высоком уровне было снова объявлено о программе перехода казахского языка на латиницу в 2025 году. Лично я поддерживаю эту инициативу. Другой вопрос состоит в том, что как будут расходоваться средства, выделенные на эту программу перехода. А это вообще дорогая история? Да, конечно, это очень затратно. Плюс накопился такой огромный пласт литературы именно на казахском языке, на киридице. То есть это потребуется не только денежные средства, а также по некоторым подсчетам потребуется 15 лет для того, чтобы именно перевести с киридицы на латиницу, уже имеющийся пласт знаний. Но сам я лично считаю то, что многие люди беспокоятся о том, что старшее поколение либо новое, наоборот, перестанет как бы, станет в момент безграмотным. Но на самом деле я считаю, что это даст новый импульс именно к изучению языка. Потому что на сегодняшний момент русский язык все равно доминирует в Казахстане. Даниэр, а я вот сейчас подумал о языках бывшей Югославии. Например, в том же сербском языке вполне себе мирно уживаются и кириллица, и латиница, и дети, насколько мне известно, как сообщают мои друзья, учатся в школах и потом в вузах сразу двум алфавитам. И спокойно сербский язык может быть записан как одними знаками, так и другими. Может быть, каким-то таким образом, какой-то такой способ использовать и в Казахстане? Да, это хорошая идея. Даже если бы было объявлено о радикальном переходе на латинский алфавит, это было бы нереально. Просто мы даже вот видим в Узбекистане. Я, правда, был уже давно в Узбекистане, но я также заметил то, что употребляется также и латиница, и кириллица при этом продолжается. То есть этот процесс, который займет, я даже думаю, что не до 2025 года, а именно еще дальше, потому что это действительно сложный процесс, долгий и ресурсозатратный. Но как вы относитесь к тому, что могут осложниться, ну как некоторые прогнозируют, опять же, отношения с Москвой на этом фоне? Это действительно может иметь какие-то политические последствия, вот такое решение? Я прочитала, когда читала большую статью о возможном переходе на латиницу, прочитала там чье-то мнение, там называют кириллицу пятном русского колониализма. Ну действительно ее так многие воспринимают? Да, ну действительно, этот вопрос пытаются преподнести как-то в геополитическом русле. При этом, да, в сложившейся обстановке нужно быть с этим осторожным, потому что, ну, Казахстан придерживается мультивекторной внешней политики, и в нынешней ситуации, когда ситуация осложнена между Россией и Турцией, этот вопрос может быть использоваться против России, именно разворот Казахстана в сторону Турции и тюркского мира. Но при этом я думаю, что этот вопрос как бы используют различные силы в своих целях. Насчет 2025 года, срок полномочий, вот в прошлом году президент Назарбаев был переизбран, то есть к 2020 году скорее всего Назарбаев уйдет. И этот вопрос будет очень стоять как очень сложным для преемника действующего президента. И поэтому сейчас сложно говорить, что будет ли это разворот в сторону Запада и Турции, там, тюркского мира и, то есть захлопывание дверью перед Россией. Сам же я считаю то, что сейчас уже процесс интеграции с Россией, они довольно-таки необратимы. Вот именно со вступлением в Евразийский союз, мне кажется, Казахстан уменьшил свое поле для маневра именно во внешней политике. Благодарим вас за этот комментарий. Даниэр Кусаинов, политолог, прокомментировал возможный переход казахского на латинский алфавит. А мы сейчас обратимся к теме возможной латинизации латинизации украинского языка, насколько это вообще реально. Елена Киселева, заведующая кафедрой латинского языка Института Богомольца, у нас в студии. Добрый день. Добрый. Но ведь и относительно украинского языка этот вопрос поднимался. Причем давно были же какие-то проекты, связанные вот с латинизацией. Вы знаете, давайте начнем. Все-таки здесь сам вопрос состоит из двух частей. Латинизация — это понятие ментальное, и латинизация — это понятие формальное. Если мы говорим об алфавите латинском, не будем забывать, что и кириллические, и латинские алфавиты у них-то источник один, древнегреческий. Кирилл и Мефодий, они ведь как патриоты греческого своего родного языка просто адаптировали восточное греческое письмо к славянским языкам. И, собственно, вот эту формальную часть выполнять — это ни о чем. А если вот мы находимся, прекрасный вид из вашего окна возле лавры. И я смотрю и вспоминаю о том, что образование у нас в Киеве всегда было латинским, оно ведь всегда было сориентировано на Европу. И говоря о образовании в нынешнее время, мы должны говорить о том, что мы являемся частью этого латинского мира. И если, собственно, мы говорим о мире, есть на самом деле в Европе такое понятие, как римский мир. В отличие от пресловутого римского мира, извините, русского мира, выдуманного искусственного, вот есть понятие mundus romanus. Оно существует. Это те народы, вне зависимости от конфессии, которые, скажем, источником своей культуры получили римскую культуру. И понятие демократии европейское, оно ведь не связано с греческой ментальностью. Оно связано как раз с римской ментальностью. Но вот при этом некоторые историки противопоставляют римский мир, риму христианскому, указывают на то, что вот римский мир это был все-таки скорее мир языческий. Ну, дело все в том, что из римского мира и мы получили то христианство непосредственно. Византия это ведь тоже часть римского мира. Это восточная римская империя, и не что иное. И, безусловно, влияние римской культуры у нас сильно, оно никуда не исчезало, оно так и остается. Если мы сейчас говорим с вами по-русски, так вот русский язык, он структурирован по-древнегречески, а украинский язык, он стилистически зависит и реформировался под влиянием латинского языка. С вашей точки зрения этот ментальный поворот нужен украинскому языку? А мы его имеем, я не считаю, что он нужен. Перейти формально на другой алфавит, это не изменить мир как таковой. Мы находимся и мы являемся частью римского мира. Так тогда можно зафиксировать его? Потому что у нас образование, я не сторонник таких резких реформ. Вы сейчас Югославию вспоминали, но там ведь хорваты, будучи римокатоликами, по-моему, частицы. Да, у них, естественно, у нас конфессионно латиница не привязана, и римский мир у нас в Украине не привязан. Но у сербов тоже православную церковь не привязана, при этом они параллельно используют, параллельно два алфавита используют. Дело всё в том, что у нас в братских школах православных у нас образование велось на латинском языке. Была, безусловно, составляющая греческого, древнегреческого языка, но в иезуитских школах, предположим, в Киеве, дети обучались не обязательно из римокатолических семей, туда привлекались дети из разных семей. Я не считаю, что нам нужно менять почему-то. Мы должны себе тогда объяснить, а как улучшить качество нашей жизни изменение алфавита? Вот к чему оно приведёт? Просто изменение алфавита, переход на другой алфавит, он даёт нам возможность улучшить качество нашей жизни? Каким-то образом что-то приблизить, что-то отодвинуть? Я думаю, что нет. Но если бы фантазировать, может быть, наши города станут понятнее для туристов? Вы знаете, туристы, глядя на наш алфавит, поверьте мне, кириллические, они видят знакомое начертание, графику знакомую. Ведь вот то, что я сказала, есть понятие алфавит латинского языка, есть понятие латинский алфавит. Это разные вещи. Алфавит латинского языка, если вы посмотрите графическое изображение, вы увидите украинскую букву И, а не А, английское, вы увидите украинскую букву А большую. Это всё греческие эрудименты, которые были в базе формирования алфавитов. Я уже говорила, у нас образование европейское, у нас всё правобережье Украины, оно попадало под польскую эдукацию. Вот то, о чём я говорила, у нас не нужно было быть привязанным к римокатолической церкви для того, чтобы быть частью римского мира. Я бы ещё хотела затронуть вопрос крымско-татарского языка. Я говорила с представителями крымских татар, программу даже делала об этом языке, и они говорили о том, что им в своё время очень навредил переход на кириллицу. Потому что некоторые звуки нельзя передать с помощью кириллицы, и это повлияло на фонетику, и, соответственно, неправильно стали произносить. В общем, вот мне говорили это крымские татары, которые считают это неправильно. Возможно, во-первых, крымско-татарский язык, я не специалист, к сожалению, в тюркских языках, но я так предполагаю, что он имеет ту же особенность, и, вероятно, это диалект, либо это часть какой-то культуры турецкой. Он очень близок к турецкому. Да, вероятно. Но не будем забывать, опять-таки, что Крым на самом деле испытал огромное влияние Византии, то есть той же Римской империи. И, безусловно, вероятно... Кстати, арабский язык, о котором все забывают, ведь арабы писали на греческом языке изначально. Опять-таки, применяют тот же алфавит. Вот, меняя алфавит, мы на самом деле что-то меняем. Нужно нам это сейчас изменить? Это улучшит или это напротив? Конечно, это некий изменение ментальности, естественно. А я не думаю. Я могу говорить по образованию. В частности, я считаю, что образование и медицина – это, собственно говоря, государство. То есть, если все хорошо в этих двух сферах, вероятно, государство развивается естественным, нормальным образом. У нас образование традиционно именно в Украине, я не говорю о бывших советских республиках, у нас образование было всегда европейским. То есть, через латинский язык выпускники наших школ, выпускники наших университетов, академий, они продолжали обучение в Западной Европе и возвращались сюда. Им не мешал алфавит, потому что они достаточно хорошо владели латинским. Когда-то довольно забавно в фильме о Ломоносове прозвучала фраза, почему он выехал из Киева и недополучил образование здесь, кстати. Но у него просто не было языка общения. Он ведь не знал латынь, приехав оттуда. Он не владел польским, на котором здесь говорили, и он, естественно, не знал украинский язык. Он выехал, потому что у него не было задачи изучать латынь. Он хотел учить то, что он не успел выучить свою физику и математику по возрасту. Он просто выехал туда, где языки были полегче. Та же история с нашим киевским университетом. Он ведь открывался как европейский университет. У нас в аудиториях сидели люди и лекции слушали на латинском языке. И политически было принято решение, поскольку выехали из Вильна студенты, чтобы погасить польское восстание, чтобы здесь не было местного украинского всплеска, со всей Российской империей стали свозить сюда студентов. И таким образом исчез латинский язык, как сфера обучения и продолжения европейского образования. Поэтому язык и алфавит, к этому нужно относиться на самом деле аккуратно. Есть традиции. Вот вы вспомнили Югославию, параллельно существующие. Я не знаю, все-таки здесь, в Киевской Руси, изначально перешли на кириллицу. И у нас достаточно большой период существования в этом языковом пространстве с этим алфавитом. Я за реформы, если они приводят к каким-то качественным улучшениям. В данной ситуации я не уверена. Вот я бы говорила о том, что нужно восстанавливать образование как таковое. У нас в нашем университете, предположим, создан лицей. И это на самом деле европейская. Такая есть система САРТРА во Франции. То есть из школы мы готовимся в школе и переходим в высшую школу. И это действительно дает качество образования в сфере медицины, в частности. Да, это имеет смысл. И вот в этом смысле мы студентам, лицеистам, извините, объясняем грамматику латинскую. То есть мы с ними читаем. У нас ведь масса неисследованной литературы на латинском языке, которая касается нашей истории Украины. Ведь европейцы о нас писали. И, между прочим, об этом как-то тоже не упоминают. Было понятие Руссия и была все-таки Рутения. И мы с вами Рутения. Мы Русь. И Дукс Рутинорум. Наши князья были Рутинорум. А Московия и Руссия это была другая территория. И европейцы это дифференцировали. Так а может быть это важно в политическом смысле? Может быть это вот практически не даст, а политически? А вот вы политиков пригласите. Я могу говорить только о том, чем я владею. Я владею материалами по образованию. И частично, поскольку я работаю в Медвузе, я могу опираться, вероятно, на мнение своих коллег. Опять-таки частное мнение своих коллег. Пока что в переходе на латинице я не увидела никакого качественного изменения. А вот приближение к Европе через наше общее прошлое, через образование. Вы никогда не обращали внимания, почему Турцию все-таки приглашают в Европейский Союз? Потому что для европейцев Евросоюз это граница Римской империи. А мы частично в них находились, правда? Вот наша территория частично туда попадала, но благодаря образованию латинскому мы определенно там были. Вот побольше, наверное, сейчас вводятся две ступени образовательные. Это бакалавриат и магистратура. Магистратура в любой европейской стране предусматривает гуманитарный блок. Вот вероятно, гуманитарный блок в образовании узких специалистов, не обязательно филологов, вероятно, в этом есть смысл. И это тогда уже действительно европейский взгляд на вещи. Но это мое мнение. Ну то есть вот идентичность какой-то самостоятельности больше Украины, это не способствует, если перейти? Ну конечно не сразу. Я не думаю, я почему-то так не думаю. Я думаю, что если мы будем владеть, мы всегда были билинговыми, да, был период, когда польский и украинский, когда, кстати, вот тот же латинский алфавит, потому что у меня киевская семья, и первый человек, заговоривший на русском языке, это моя бабушка. Ее специально учили русскому языку, поскольку она поступала в русскую гимназию. До этого она читала, используя латинский алфавит, она читала польские и немецкие книги. Поэтому у нас это есть на самом деле. И, вероятно, развивая вот эту гуманитарную сферу, в частности, современные, изучая современные языки, это приблизит нас к Европе. Нам не нужно далеко. Мы можем обратиться к нашим соседям полякам и румынам, которые используют латинский алфавит, и через эту культуру вновь-таки познакомиться. Поляки, это, значит, близко оттуда. Это не по языку, я говорю, это славянский язык, но это французская, всегда была политическая, да, какая-то поддержка Польши. Вот, вероятно, в этом есть смысл. В переходе какой там больше, больше обращать внимание на изучение языков. У нас очень плохо, поскольку вы журналисты, обратите внимание, как разговаривает молодежь. Они говорят простыми предложениями. Они так мыслят очень узко. Вот, давайте разговорим наших детей, давайте побольше, чтобы они читали. И опять-таки, возможно, используя технические новшества, все-таки вернемся к бумажным носителям, потому что мы кликаем, кое-что вытираем, да, а если мы переворачиваем страницу и читаем на французском, на английском, на польском языке, мы знакомимся с этим алфавитом. Это становится частью нашего внутреннего мира. Но, тем не менее, мы остаемся в своем языковом поле. Спасибо вам большое за этот разговор. У нас в студии была Елена Киселева, заведующая кафедрой латинского языка и института имени Богомольца. Мы уже заканчиваем программу, и, как всегда, под конец программы у нас репортаж. Вот сегодня мы предлагаем вам посмотреть репортаж нашего коллеги Александра Назарова. Он называется «Абилитация. О том, как проходит реабилитация ветеранов АТО». Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, да, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В районі Субтитры создавал DimaTorzok 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 aring Саня Гушеев, сгорит нахрен, мотор у меня не бляхает. Горячий? Не разгорит. Не разгорит. Электрик тут. Энеретик, алкаш, алкашон. Мы же нам, насколько все уже попалится, а реально ничего ты никому не докажешь. Строите свое здание, заводите туда. Просто, блядь, на все треба грошей. Звідки ти грошей взяли, Наташу? Тридцать четыре тисячі дали мне держава. За то, что я втратил війну. Слушай, б шов их захинал, надо захищать в конце концов. Дали грошей. А в пункту з тих триста тисяч, ну что это? Такие великие гроши? Невеликие гроши. Ну поставлю их дома. На следующий день его спятать за них куплю. То есть все. Что-то надо делать. Без Бога никто же будет. Треба быть в своем выдвижении. Сидеть в коляске дома. Жиром обрастать. Так же так и дело. Тем более людям дал работу. Хоть невелика это зарплата, но... Но хоть что-то. Тут у всего района виробники. Это хлебопекарня у нас. Солодовского. Горелку женутя, а воно тоже там что-то горело. Сейчас оно становится. Горелку виробляют. И у меня всего виробляют брикеты. А так только перекупи. Купи продают. Ну и все мы рады. Ну что ж там все мы рады. Бато, блядь, ты не видишь. Работы нет, блядь. Только... Хочут сидеть, блядь, ничего не делать. Горелку купить. Валентин, хочешь чтобы она не было торгован. Эй, не оранжет. Не оранжет, жень так, Юлий, чё ж. Да, тут в них. Мой, чё давай, коже, зайди. Можешь мне и... Мама, готовь. Ну что, кисти? Держи. Сейчас. Кифелька трёшь, муку. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok